На плоскости нарисованы два равных к длине отрезка АВ и СД. Найдите все такие точки М, что АВ равно СД, АМ равняется СМ, и ВМ равняется ДМ. Для определенности пусть отрезки располагаются вот так. Вот это точка А, это точка В, это точка С, а это точка Д. Вот они равны по длине и спрашивают, где расположена точка, которая на равных расстояниях от точек А и С, и на равных расстояниях от точек В и Д. Итак, рисуем, где лежат точки М, равно удаленные от А и С. Ну, получается, значит, перпендикулярный к АС. Какой-то у нас слишком косой. У меня на картине как раз А и С на одной вертикали, поэтому перпендикулярный будет проходить горизонтально. Да, вот есть такая прямая. Серединный перпендикуляр к отрезку АС. Хорошо, теперь чуть более сложная, потому что это здесь уже будет не вертикально и не вертикально. ВМ равно ДМ. Это где? Надо соединить точки В и Д. Взять середину этого отрезка. Да ничего, вы не пытаетесь идеально нарисовать, потому что как есть, так есть. Важна идея. Середину отрезка надо взять. Да, да, отлично. И нарисовать на картинку. Вот это и будет та самая искомая точка ЛЕ. Заметьте, на этом рисунке она одна. А могло быть, что такой точки вообще нет ни одной. Могли ли у нас так располагаться точки А, Б, Ц, Д, что у А, Б равно Ц, Д, а серединные перпендикулярные не пересекаются? Кстати, что значит, что прямые не пересекаются? Что они параллельны и не равны, да? Вот и нарисуйте. Нарисуйте две параллельные перпендикулярные. Вы должны нарисовать точки А и Ц с двух сторон от одной прямой до на равных расстояниях, чтобы это был серединный перпендикуляр к отрезку АЦ. Вот как-нибудь так, да? Отлично. Поставить в одну из А, в другу С. Вот. И Б, Д. Да, 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 как-нибудь так. И теперь еще важная вещь. У вас А, Б должно равняться Ц, Д. Может ли такое быть? Нет. А? Нет. Может, может. Именно как-то нарисовали, вполне может. Понятно? А представьте себе, что это параллелограмм. А, Ц, Д, Б – это просто параллелограмм. Причем не, ну как бы сказать, со сдвигом, да? То есть не прямоугольником, а именно параллелограмм. И все. И тогда, разумеется, серединный перпендикуляр к отрезку Б, Д будет параллелен серединному перпендикулярку к отрезку АЦ, но не огранен. Так? Отлично. Поняли, что такая ситуация была? Возможно. Хорошо. А чтобы они совпали, серединный перпендикуляр, тогда точек М будет бесконечно много. Такое бывает? Нарисуйте. Вот это общий серединный перпендикуляр к отрезкам АЦ и БД. Да, 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 очень хорошо. АЦ. Да, АЦ. Отлично. И БД тоже должно быть расположено так, чтобы серединные перпендикулярные совпали. Б, Д. Кстати, вовсе не обязательно на одном уровне. Вот вы нарисовали так, что точки А и В примерно на одном расстоянии напрямую. А давайте-ка, Б поднимите, чем достаточно сильно, чтобы было видно, что было поднято. Замечательно. А Д на сколько же опустите? Согласитесь, что равенство отрезков осталось, правда? А, Б, Ц, Д. И серединный перпендикулярный совпадает. Все поняли? Спасибо.